Вы смотрите, я хочу вам сказать, что мы не собираемся ликвидировать КПСНО. Мы собираемся исправить некоторые перекосы, которые были запущены при его работе. Одним из таких перекосов была чрезмерная централизация производственной деятельности КПСНО. Я имею ввиду работу дворников, сантехников, электриков, слесарей. В этой части мы планируем вернуть, и сейчас Гарлик этим занимается, думаю, до конца марта этот процесс будет завершен. Мы планируем вернуть функцию управления производственными процессами руководителям территориальности. Но это не будет обозначать, что у нас будут созданы прежа в том виде, в котором он не существует. То есть у нас остается централизованная служба снабжения, юридическое, плановое, кадровое. У нас останется централизованная служба реагирования на аварийные ситуации. У нас останется централизованная служба по планированию капитальных ремонтов, реконструкции и прочих работ. Но появятся у руководителей территориальных органов функция непосредственной программы самим процессом каждодневной работы инженерных и рабочих КП основания, которые работают в районе. У нас же нет такого, что в Кортевском районе люди сегодня ездят в Аржанкизовский, а завтра в Заводский район. Вот это было сделано неоправданно. Поэтому вот эти функции мы вернем назад. При этом мы позволим открыть корреспондентские счета территориальным подразделениям, чтобы они могли покупать какие-то маленькие закупки, купить какую-то запчасть или кусок трубы и делать длинную заявку. Вы знаете, через все службы, когда сама заявка три дня рассматривается, вместо того, чтобы ее за час решить, были случаи, когда, чтобы пустить лифт, нам нужно купить запчасть стоимостью 150 гривен. И четыре дня эта запчасть приобреталась, пока заявка шла вверх, потом покупалась и опускалась эта запчасть. То есть это можно сделать прямо на предприятии. Поэтому мы такие счета откроем и дадим туда небольшую сумму, может быть там 10, 15, 20 тысяч гривен на месяц. Для решения таких коротких вопросов. И плюс, через эти счета можно будет оказывать платную услугу населению и получать оплату жителей района, которые обслуживают конкретно адреса. Что касается вот звонков туда-сюда, я сторонник того, чтобы служба 1580 работала. Я считаю, что проблема состоит не в том, что люди должны звонить или в Прежо, как раньше не любили звонить, или в ЖЭК, или в 1580, а в том, как эта информация спускается вниз, к какой скорости. Я думаю, что мы будем наоборот совершенствовать эту службу 1580, потому что именно эта служба позволяет нам сегодня видеть всю картину жалоб жителей, аварий, каких-то других проблем. Потому что раньше, когда звонили все непосредственно в ЖЭК, то, соответственно, никакого видения, что происходит у нас, у нас нет. Мы видели только те жалобы, которые поднимались непосредственно в уровень городского головы или его заместителя. А все, что там внутри делалось, мы не видели этой аналитики. Поэтому я считаю, что в этой части мы эту систему будем оставить. Еще вопросы? Ну, мы уложили свои лимитые времени, 45 минут. Спасибо за желание до следующей встречи. Спасибо.